И в шутку, и всерьез. Священник Павел Островский отвечает на вопросы подписчиков в соцсети Instagram. Как не потерять веру? Черная полоса несколько лет, и просвета не видно. Если вы стоите спиной к свету, то черная полоса всегда будет перед вами, сколько бы вы ни шли. Иногда просто надо повернуться лицом к Богу, к свету, и тогда черная полоса всегда будет позади вас. Женщина, сделавшая два аборта, Царствие Божьего не наследует? Любой человек может наследовать Царство Божие, если искренне начнет жить по заповедям Христовым. Добрый день! Сын 12 лет, совсем не слушается, врет. А в церкви совсем другой. Священники, авторитет. Ну вот, и расскажите это тем, кто авторитет для вашего сына. Почему Бог не являет себя? Почему так важна вера? Он уже себя явил 2000 лет назад. Этого вполне достаточно. Добрый день, отец Павел. Убила змею. Грех? Свекрую грешно убивать. Придется покаяться. Можно ли сдать золото, которое осветили в церкви? Да. Смотрю фильм интервью с Богом. А что бы вы у него спросили? Я умный. Промолчал бы. Заниматься торговлей. Это грех? Нет, лишь бы вы только честно торговали. Суррогатное материнство, зло. Да. Церковь однозначно против этого. В интернете есть много информации, где подробно описывается, точка зрения церкви, по этому вопросу. Муж стал часто поднимать руку. Не выдержала, ушла с детьми. Верно ли мое решение? Церковь категорически против рукоприкладства в семье. И если появляется угроза, для жизни жены и детей, то никто не против того, чтобы, человека оставить. Ненавидим друг друга с женой. Как быть? Есть дети. Жена идет за мужем. Начните с себя. Вспомните о том, как ухаживали за ней, как снисходили к ней, как смотрели на нее. Будьте мужчиной. И тогда она, возможно, опять, расцветет, рядом с вами. Нужно ли исповедовать, подробно, грехи блуда? Или достаточно, покаяться в блуде? В блудных грехах, подробно, каяться не надо. А если священник начнет, спрашивать подробности, то сразу уходите от такого. Почему парень сначала, блокирует, в инстаграме? А потом, разблокировал? Пальцы дрожат. От любви к вам. Батюшка, как познать, какой у меня, дар, или талант? Для начала. Надо замолчать. Где грань в супружеских отношениях, норма, и грех? Церковь не входит в закрытые двери, в супружеской спальне. Сами решать должны. Оральная, близость с мужем. Нужно ли все время в этом, исповедоваться? Простите за вопрос. Не нужно. Это, не, грех. Можно ли женщине, нечистоте, дома, читать Евангелие? Женской нечистоты, не, существует. Об этом подробно, еще в первые века, написал святитель, Афанасий Великий. Жену люблю. Но как же она меня иногда, раздражает. Бро, это у них врожденный, талант такой. Активируется, на второй день, брака. Беременна. После ковида плохие последствия. Страшно. Никакой ковид, не может, лишить вашего ребенка, материнской любви. Здравствуйте. Уборка и стирка в воскресенье и святые праздники, грех. Нельзя. Невозможно убираться и суетиться, когда вы, в праздничные дни, находитесь в храме, на богослужении. А если вы, не, бываете на богослужениях, то в чем тогда вообще смысл вашей христианской жизни? Естественно, что после богослужения, можно, заниматься своими делами. Мама ведет разговоры про апокалипсис, Москва сгорит. Говорит, переезжать. Пусть переезжает. Поработает один сезон в огороде, и сразу поймет. Что, такое. Апокалипсис. Развелись с мужем в 2013 году. Надо ли, развенчиваться в церкви? Развенчивания не существует. Если вы развелись, то брака нет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Апокалипсис. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова